Январь Это то самое время, когда мы смотрим больше всего фильмов В кинотеатре, дома, в гостях, под пледом, на полу В кресле, на табуретке, с попкорном, салатиками, с печеньками Ну и просто так И даже после того, как мы пересмотрим все кинопрокатное Мы с фразой А давай пересмотрим из старых запасов жестких дисков и флешек CD-ромов и DVD Достаем такое Арнольд Шварценеггер в фильме Терминатор Твое будущее в твоих руках Вот и я недавно, несмотря на свое филологическое образование Вдруг неожиданно посмотрела «Рыцарня» с Кэмерон Диас и с этим Ну как же его? Тот самый парень Тот самый парень Тот самый Тот самый И вы знаете, я получила удовольствие Привет, я Алина Раимова и вы смотрите программу кино Субтитры создавал DimaTorzok Еще не успели остыть горячие споры по поводу главных событий 13-го прошедшего года, как уже вот-вот и произойдет главное событие года 14-го 86-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 2-го марта 2014-го года Перенос церемонии с традиционного для «Оскара» последнего воскресенья февраля на первое воскресенье марта связан с проведением зимних Олимпийских игр в Сочи Джастин Тимберлэк вел переговоры на роль ведущего церемонии, но в итоге на этот пост была утверждена телеведущая и актриса Элен Дедженерес Среди ярчайших претендентов на премию в номинации «Лучший фильм» выступают такие картины, как «Волк с Уолл-стрит», «12 лет рабства», «Небраска» и ряд других лент, которые мы все наверняка видели в широком прокате Из российских картин в номинации «Лучший иностранный фильм» будет представлен «Сталинград» Федора Бондарчука Говоря о лучших фильмах, безусловно, нельзя не сказать и о худших, хотя порой именно они и являются для кого-то лучшими По традиции самые худшие лауреаты оглашаются за день до лучших лауреатов «Оскара» Все это происходит на вручении антипремии «Золотая малина» Пока же ряд изданий, среди которых «Таймс» и «Форбс» назвали самыми неудачными картинами 2013 года такие ленты, как «Муви-43», «Ос. Великий ужасно» «Сумерки», «Сага, рассвет», «Паранойя» и, как ни странно, больше всех досталось фильму «Пятая власть» В мире, где информация ценится превыше всего, а утечка сведений под грифом «Секретно» может вызвать необратимые последствия Сайт Викиликс навсегда поменял правила игры Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о попытке разоблачить государственную коррупцию и ложь властей Которая превратила интернет-стартап в одну из самых известных и обсуждаемых организаций 21 века Крупнейший американский сетевой ресурс по продаже билетов в кино «Фенденго» провел опрос среди своих клиентов, чтобы составить список самых ожидаемых фильмов 2014 года С большим отрывом первой финишировала картина «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть первая» На втором месте оказалась финальная часть трилогии «Хоббит 3. Туда и обратно» На третьем месте «Люди Икс. Дни минувшего будущего» В пятерке лидеров также оказались новый «Человек-паук. Высокое напряжение» и «Дивергент» Да-да, именно «Дивергенту» американские зрители ждут больше всего Единственный способ сохранить порядок в обществе – это если каждый из вас займет свое законное место Действие фильма развивается на земле в будущем, в деспотичном Чикаго Все подростки, достигшие 16 лет, обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь Каждая фракция представляет определенное качество – искренность, отречение, бесстрашие, дружелюбие и эрудиция Ну а что же в вашем личном рейтинге ожиданий? Готовы поспорить, что все взгляды устремлены на февральский график А первые впечатления можно уже получить в первые недели февраля Перезапуск рыбокопа, «Волкс Уолл-стрит», «Уцелевшие», «Охотники за сокровищами» и, конечно же, «Помпеи 3D» Граждане Помпеи! Игры начинаются! Помпей, как вы помните, это древнеримский город недалеко от Неаполя, погребенный под слоем вулканического пепла В результате извержения Везувия 24 августа 1979 года Сегодня это музей под открытым небом Фильм расскажет историю любви раба Милы и благородной кассе, обрученной с римским сенатором На фоне извержения Везувия, который навсегда стерл с лица земли этот прекрасный город Все это мы увидим в недалеком будущем А что же касается настоящего, то слушаем впечатления о первых фильмах Нового года от первых зрителей Совсем недавно я посмотрела «Любовь в большом городе 3» Это наше русское кино, и оно мне очень понравилось Самый запоминающийся момент это был, безусловно, финал Потому что в этот момент скипали эмоции Было очень смешно и интересно, чем закончится фильм Третья часть, безусловно, отличается от предыдущих двух Она более интересна, сюжет более развернутый Из актеров мне больше всех понравились малыши Дети очень реалистично играли И было весело Канун новогодних праздников я посмотрела фильм «Елки 3» Я смотрела до этого две части, и третья не очень отличается от предыдущих двух Так как актеры одни и те же, сюжет такой же И на четвертую часть, думаю, я уже не пойду Я не могу вспомнить никаких интересных моментов Потому что фильм не несет интриги и забывается сразу после просмотра На новогодние праздники здесь, в космосе Я посмотрел фильм «Друзья друзей» При выборе этого фильма я ссылался чисто на трейлер Я не углублялся в сюжетную картину фильма Я доверился тому, можно сказать, актерскому составу Который предшествовал к этому фильму Это и Тимур Каштамбатрудинов, и Гарик Карламов Ну и там многие другие актеры Я ожидал от этого фильма, что он будет очень интересен Именно из-за такого, можно сказать, звездного состава актеров В чем я не разочаровался, придя и посмотря этот фильм Фильм достаточно интересный и захватывающий Можно сказать, сюжет фильма складывается из многих мельчайших историй Которые в итоге создают целостную картину И в итоге одну историю Естественно, не было бы хорошего фильма, если бы в нем не содержалось какой-либо морали Морафильм просматривается уже в самой концовке Когда мы понимаем, что главное, это все-таки друзья, близкие И те люди, которым ты должен доверять Когда у тебя случаются какие-то проблемы И это, можно сказать, эта суть Она идет на протяжении всего фильма И только в конце ты уже понимаешь, насколько это действительно важно Чисто мое мнение, что это новогодняя комедия Которое можно смотреть каждый год в канун новогодних праздников вместе с семьей Так как этот фильм очень веселый, легкий То есть, когда его смотришь, незаметно пролетает время И можно этот фильм посмотреть как с девушкой, так и с семьей Ну, в общем, с близкими людьми После Сталинграда и Горька становится крайне интересно Какие же еще сюрпризы готовит нам российский кинематограф? Оказывается, готовит И немало Около 50 картин должны увидеть зрители в 2014 году Часть из них нам обещали в 2013 Вот теперь обещают в 2014 Но это Россия, поэтому мы терпеливо ждем И смотрим рейтинг русского кино 2014 года Пятерка самых ожидаемых по версии программы кино Пятое место Хардкор Тимур Бекмамбетов и Илья Найшулер задумали объединить усилия И снять российскую версию То ли универсального солдата, то ли рыбокопа Получился хардкор Причем в прямом смысле Это история про мальчика, который родит своей девочке и устраивает ад Немало я смертей на своем веку поведал Вот так страшно Никогда не было Четвертое место ВИ Пять стран, включая Россию 26 миллионов долларов И один из сценаристов Коля Гоголь Убойная вещь в 3D Правда, к сожалению, без Куравлева Кто такой ваш интернет-поисковик? Это ключ к информации? Третье место Стартап Не успел Яндекс след за Гуглом создать свой собственный браузер Как тут же ему пришлось след за Гуглом создавать свой собственный рекламный видеоролик Большой видеоролик Впрочем, все это только домыслы Ее губы, вот твои Главное, рот пошире открыть и сосать так, чтобы у нее губы синие были Я на помидорах тренировался Берешь помидор и сосешь Второе место Однажды Фильм про любовь Ту самую настоящую любовь Без интернета, без порно и соцсетей Накануне 60-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Мы государевые люди А в свободное время занимаемся чем? Тройкой и шитьем И первое место Восьмерка Режиссер Алексей Учитель Фильм о четырех друзьях Современных мушкетерах Они вернулись из армии и пошли служить в ОМОН Они молоды и полны надежд Они называют себя государными людьми Они настоящие патриоты, не говорящие об этом Но честно и романтично Служащие своей стране Первые фильмы января Никак, разумеется, нельзя оставить без первой рецензии Вспоминаем просмотренные Слушаем нашего рецензора И сравниваем мнение Еще не успели отгреметь праздничные фейерверки А кинотеатры уже встречают своих гостей Не менее эффектными премьерами Некоторые из которых стали настоящим подарком на Новый год Я бы особенно хотел отметить Невероятную историю невероятного ремейка А именно фильм «Невероятная жизнь» Уолтера Митти Действительно, продюсеру Сэмюэлу Голдену-младшему Поднабилось почти 20 лет Чтобы таким образом напомнить Об оригинальной картине 1947 года Продюсером которой, кстати, выступил его отец Проект, который начался в далеком 95-м За эти годы сменил ряд сценаристов, режиссеров Претерпел судебные тяжбы И лишь в конце 2013-го вышел свет Премьера в России состоялась 1 января 2014-го года Кстати, сюжет картины так же невероятен, как и его история Однообразная жизнь служащего журнала Резко меняется со сменой руководства И пропажей главного кадра на обложку выпуска Страх потерять работу толкает главного героя на невероятные приключения Они провели его от Греландии до Афганистана Прокатили на вертолете в море, велосипеде в Исландии И на скейтборде к подножке вулкана И все это путешествие стерло значимость самой цели Но уж точно изменило его жизнь Отдельного внимания в фильме заслуживает работа оператора И прекрасное музыкальное сопровождение Это один из тех моментов, когда радуется не только голос, но и слух В общем, фильму твердые ветерка На главную роль в картине претендовали такие именитые актеры Как Джим Керри, Оуэн Уилсон, Мак Майерлс, Уилл Файрл и даже Саша Барон Куэн А место режиссера пророчили Гору Вербински и Стивену Спилбергу Но так получилось, что и главная роль, и место режиссера досталось Бену Стилеру Это была его дебютная работа в качестве режиссера И по ему мнению, она увенчалась успехом Это можно видеть и по кассовым сборам Фильм не только отбил бюджет в прокате, но уже сумел заработать А это говорит о любви зрителя к хорошему и качественному кино Так что присоединяйтесь и вы, и смотрите хорошее кино в кинотеатре Вы только что посмотрели первую в этом году программу кино Все фильмы, о которых вы сегодня услышали, обязательно рекомендованы к просмотру Чтобы потом, уже в конце этого года, было что вспомнить и было чем поделиться Впрочем, давайте-ка сначала дождемся февраля Прическа и макияж ведущий Салон красоты «Ля Санте» 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 Продолжение следует...